Всем привет! Я очень давно не снимала видео, собирайся вместе со мной. Очень давно не показывала макияжи и да, пришло это время, я сегодня покажу вам макияж и вообще цельный мой образ, наряд на романтическое свидание, так что оставайтесь вместе со мной! Давайте начнем с моего наряда, он очень красивый, посмотрите на эти белые туфли, они необычные, восхитительные туфельки, очень нежные, красивого цвета сарафан и серьги, все это я заказывала на сайте toptop.ru, доставили мне примерно за 7 дней посылку и там работают у них стилисты, которые помогли мне собрать весь этот образ. Если вы все-таки решите заказать этого сайта, то у меня есть персональная скидка 15%, которая действует до 31 августа, она будет в описании. Обратите внимание, что у них сейчас на сайте 50% скидка, а еще они запустили собственный ютуб канал о моде от инсайдеров в фэшн индустрии, очень полезные видеоролики, тоже ссылочку оставлю в описании. А теперь я вам покажу, как выполнила этот макияж, какие использовала продукты для создания макияжа. Пам-пам! И вот она я, абсолютно без макияжа, такая как есть, показываю вам свое истинное лицо. Итак, девчонки, если вы идете на первое свидание, обратите внимание на несколько моментов. Обязательно ваши руки должны быть ухоженными, маникюрчик свежим, педикюрчик тоже свежим, нежелательный рост волос. Сейчас убираем отовсюду. Я наношу маску, обязательно перед макияжем я делаю маски. Сегодня у меня супер гламурная маска с блестками. Пока маска работает на моем лице, я пошла работать со своими волосами. Как я делаю укладку, снимала уже об этом видео, оставлю ссылку в описании, если вы не видели. Увидимся! Никогда этого не делайте, не наносите маску перед тем, как сушить ваши волосы, потому что волосы прилипают к маске, и, в общем, я ждала, пока она высохнет, потом сушила волосы. Теперь я буду ее снимать. Маски от Glam Glow снимаются очень круто. Пленкой. Волосы убрала, чтобы не мешали. Масочку сняла с лица. Протерла ватным спонжиком с тоником, чтобы убрать разные там стразики или излишки, которые остались. Сыворотка у меня от Gaudalie, или Gaudalie, гудали, французский бренд, который появился у меня абсолютно недавно. И я от него в полном восторге. От этого ухода, девочки, это рай для кожи. Я давно про него читала, что он суперкрутой, ля-ля-ля, но он очень классный, девочки. Советую обратить внимание. Мне Gaudalie доставили в коробочке Look Fantastic. На их сайте можно, кстати, заказать эту косметику. Знаете, что я люблю делать в последнее время? Я люблю смешивать тональную основу с вот этим классным продуктом от Dior. Это бронзатор, иллюминатор, блестяшка такая, от Dior. А теперь смешиваю вот этот классный продукт с обычной тональной основой. Кстати, у меня от Lumene. И это Fluid. Fluid очень легкий, как раз сейчас на лето в самый раз. А Fluid у меня немного светловатый, поэтому я добавляю продукт от Dior. Такие капельки прикольные. И все смешиваю. Когда закрепляю свой макияж пудрой, у меня это рассыпчатая пудра от MAC. Это Studio Fix Perfect. Очень прикольная минеральная пудра. Пушистой кисточкой. В основном на T-зону. Перегружать и контурировать лицо я сильно не хочу. Буду использовать палетку от Smashbox для контурирования. Здесь такие вот есть оттеночки. И мне нравится вот этот крайний оттенок. Он не рыжий. Создает естественную тень. Я хочу просто немного сузить носик. У меня была бы самая первая палетка для контурирования. Именно такая от Smashbox. Очень приятно. Приятные воспоминания. Первые видео. Получилось очень естественное контурирование лица. И теперь приступаем к макияжу глаз. Наношу любимый Paint Pot от MAC. Это супер штука, которая закрашивает полностью века. Бежевого такого вот оттеночка. Служит базой под макияж. И на подтени. Тени у меня тоже от Smashbox. Очень красивый. Между прочим, эта палетка у меня давно. Но я вам ее не показывала. Здесь у меня есть и теплые оттенки. Вот в этом отсеке. И холодные в следующем отсеке. То есть такая вот очень удобная универсальная палеточка. Я буду использовать всего несколько таких светловатых оттенков. Розоватый и сиреневый. Вы знаете, в последнее время мне очень нравится наносить на все нижнее веко бронзовый оттенок. Именно тот, которым я контурировала носик. Просто я его наношу на все нижнее веко. Таким образом создается такая маленькая тень, которая раскрывает ваши глаза. Теперь я буду оформлять брови двумя продуктами. Это тушь для бровей от Yves Saint Laurent. Очень-очень она мне нравится. Это мой фаворит уже несколько лет. И Беспешл Карандаш. Вы знаете, что у меня уже есть татуаж бровей. Но он как бы уже сходит. Это очень хорошо. Но все равно форма осталась. Я по ней с легкостью оформляю и снова наношу продукты по старой форме. Брови я пытаюсь утращивать. Я их очень-очень мало выщипываю, подстригаю, где нужно. Но все равно они неплохо растут. Девчонки, у меня суперская подводка от Shou Uymura. Японские бренды умеют делать, конечно, подводки. Я недавно во влоге показывала, что мне сделали наращивание. Я очень довольна. Они такие мягкие, естественные, как свои. И даже можно не красить. Мои старенькие румяна от Cargo. Максимально естественные. Немного сияния. У меня хайлайтер от Berry Minerals. Если вы замазали свои родинки тональными средствами, то карандашик для бровей подправит этот момент. И губы я буду оформлять вашим любимым стойким блеском для губ от Dior. Очень много комплиментов поступает, когда я наношу этот блеск. Но он очень блестит. Красивый. И еще приятный. Мой макияж готов. Мне кажется, он получился очень свежим и сияющим. И напишите в комментариях, как вам мой образ. Нравится он или нет. Подходит ли он на романтическое свидание. И всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, чтобы не пропустить новые видео и конкурсы. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал Dior. 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 Субтитры сделал Dior.